Автомобиль Ниссан двигался со стороны улицы 1905 года. Водитель, человек с ограниченными возможностями, не справился с управлением. Иномарка оказалась в речке. Я поехал с горы, и на обгон пошла девятка или восьмерка темно-вишневая. И водой нас залило лобовое стекло. Я притормозил, и уже когда вода спала, я вижу, что я уже лечу в лоб. Нет ни синяков, ни ушибов. Машину жалко только. Из видимых повреждений у автомобиля отвалились передние и задние бамперы. Машина не застрахована, поэтому восстанавливать ее хозяину придется за собственный счет. Самостоятельно выбраться из салона инвалид не смог. Иномарку вместе с водителем поднял автоэвакуатор. По правилам, во время перевозки автомобиля на эвакуаторе водителю находиться внутри салона запрещено. Исключения не делают и для людей с ограниченными возможностями. Дмитрий по телефону позвал на помощь близких друзей. Просто мы только что об этом узнали, что все это случилось. Вот и приехали сразу. Вот сейчас машину отправили в автоэвакуатор и его домой. На вопрос, считается ли этот мост аварийным участком, сотрудник ГИБДД ответил отрицательно. Однако наличие вот этого памятного камня свидетельствует об обратном. Местные жители считают, здесь необходимо установить дополнительное ограждение. Елена Иговцева, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.